Те, кто не помнит прошлого, не знают будущего. В этом уверены организаторы выставки и их глазами много лет спустя. Посвящена она памяти всем жертвам Холокоста. Среди экспонатов фотографии и воспоминаний тех, кто провел мучительные годы в лагерях. Зрители смогли посмотреть документальный фильм о зверских пытках нацистов и послушать стихи о войне из детских уст. Нацисты Германии и их союзники уничтожали целую нацию евреев. Помимо этого они уничтожали поляков, цыган и, конечно же, солдат, военнопленных советской армии. И, конечно же, это большая трагедия, которую мы не должны забывать. Мы должны помнить, избегать исторической амнезии и защищать память, историческую правду и для наших поколений, будущих, и для нас. Роднодушных в выставочном зале не нашлось. Все, как один, говорят, такого не должно повториться. Среди фото и воспоминаний из разных лагерей смерти есть особые экспонаты, посвященные Дмитрию Дикунцу, который после войны жил и работал в Ульяновске. В мае 1942 года он оказался во вражеском плену в концлагере Бухенвальд. Чудом остался в живых и передал свои жуткие воспоминания потомкам, чтобы они не повторяли ошибок прошлого. Конечно, всегда особые эмоции вызывают, когда видишь на фото или в каких-то архивных документах земляков. И здесь представлены фотографии нашего ульяновского представителя еврейства, который, насколько я понимаю, пережил те страшные годы. И его семья благодарна ей за то, что она передает эти архивные данные, эту информацию, эту историю его жизни, историю борьбы, преодолений, выдержки и мужества человека как пример. Организаторы мероприятия «Дом молодых» при поддержке молодежного еврейского клуба. Множество экспонатов предоставил государственный архив новейшей истории в Ульяновской области. Основной упор организаторы делают на посещении выставки подрастающего поколения. Светлана Карпухина, Марат Мигдеев, Улправда ТВ.